Все, кто начинал изучать любой язык, будь то английский, французский, испанский или русский, знают, что легче и эффективнее это делать с помощью новостных порталов, фильмов и сериалов на интересующем вас языке. Павел из Чехии учил русский 30 лет назад, еще во время Советского Союза. Дома работает аптекарем, а поскольку туристов там немало, решил углубить знание языка. Говорить лишним не будет. Мне не сложно, потому что чешский язык очень похож на русский. Я хочу приехать в Беларусь как турист и за бизнесом будущее, но мне надо хорошо говорить по-русски, изучать. Пока Павел из Чехии думает над бизнес-планом в Беларуси, Павел из Германии помогает с переводом своим товарищам. Родом из Челябинска, 14 лет живет с родителями в Германии. Русский, разумеется, на уровне, но решил все-таки вспомнить родной язык и заодно посетить Беларусь. Мы недавно ездили в Беловежскую пущу, там было очень интересно. Многие ни разу не видели зубров. Это было первое впечатление для них, первый раз увидели зубров, очень удивились. Ну и очень большая интересная экскурсия была по этому лесу, по пущу. Не менее интересной стала экскурсия по телерадиовещательному каналу «Гродно плюс». Студенты попробовали себя в роли диктора, самостоятельно пытались прочитать новостной текст и, естественно, на русском. Получилось неплохо. Позже студенты переместились в радиостудию. И, кажется, после этого у МФМ 105.0 стало на пару десятков радиослушателей больше. Понравилась и музыка, и программа, и сама радиоатмосфера. Говорят, теперь будут слушать волну 105.0 через интернет у себя дома. Мне больше понравилось радио, потому что я не буду на камере. Каждое утро я слушаю радио, потому что это помогает мне проснуться. 35 студентов почти закончили свое обучение русскому языку в Гродно. Некоторые каждый год приезжают в летнюю школу на базе Купаловского университета. Многие впервые и уже обещают вернуться в следующем году. Потому что здесь у них уже есть друзья, которые разделяют большую любовь к русскому языку. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова